Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Расставы с молодым человеком встречались два с половиной года. Эмоционально привязаны до сих пор, отношения были объязвивные, старые в моей жизни, много хорошего и запоминающегося было много моментов, много общего, животные и общие жили вместе, трудно принять расставание. В детстве никому не было до меня дела, не ощущал любви и заботы. Как приобрести желание жить дальше? Как проработать детские травмы? Научиться пускать не абьюзеров, холодных людей, подобие отца, в свою жизнь, а нормально. Как-то такие люди сами в свою жизнь приходят, появляются, становятся. Смотрите, ну, здесь, наверное, важно выстроить комфортную для вас цепочку развития событий, потому что, да, очевидно, что у вас травма после расставания, это нормально, но, на мой взгляд, начать стоит с привязанности, потому что, что такое привязанность? Привязанность – это определенная потребность. Вы привязаны именно через потребности, соответственно, с привязанностью нужно начать понимание того, что такое привязанность, проживание этой привязанности. Дальше, конечно, лишь идёт про проживание травм, травм расставание, вот, а последующее это уже работа с вашими, так скажем, комплексами, потому что вы говорите, что вот в детстве до меня не было дела и так далее. Это, безусловно, может быть так, но момент в том, что когда вы говорите вот мне ощущало любви и заботы, вы уже говорите здесь про определённые требования к людям, вы здесь говорите про определённые сравнения с другими людьми, вот, а это всегда, конечно, идёт в минус. То есть это всегда, вот, когда мы начинаем сравнивать, это всегда довольно плохо для нас заканчивается. Кроме того, вы говорите про отца, вот, и, соответственно, да, возможно, вы, у вас есть обиды на отца. Какие-то претензии к нему. Это понятно. Это стоит отдельного внимания. Но, что важнее, на мой взгляд, это то, как мне кажется, что важнее. Что вы выбираете таких людей, как ваш отец, неслучайно. А с совершенно такой определенной целью доказать. Доказать таким людям, как отец, что вы достойны, например, внимания. Что вы достойны любви, что вы достойны принятия. И вы выбираете только таких людей, как мне кажется. Другие люди вам в этом смысле могут быть и неинтересны. Даже. Вот. То есть другие люди фактически есть, фактически. А они вам неинтересны. Потому что у вас, ну, может быть, вот такая идея, да, что должна я именно вот доказать таким людям, как отец, например, что я вот достойны, там, любви, достойны, там, внимания, достойны, там, принятия и так далее. Вот. И получается таким образом, что вы вступаете в деструктивные отношения. То есть вас, вас привлекают именно такие люди тем же, как вам кажется, что вы можете с помощью этих людей, да, вот, ну, как бы, компенсировать что-то. Вот. Это первое. А второе, это то, что, ну, вот, только с такими людьми у вас есть опыт взаимодействия. Вот. С другими людьми опыта взаимодействия у вас нет, потому что, чтобы с другими людьми взаимодействовать, да, нужно, ну, быть на равных. Вот. А вопрос заключается в том, а можете ли вы быть на равных. Вот. Ну, я имею ввиду, с другими людьми можете ли вы быть на равных. Вот. И, честно говоря, что-то мне подсказывает, что вы не можете быть на равных. То есть что-то мне подсказывает, что равноправные отношения выстраивать вы не можете. Вот. Ну, по крайней мере, вот, пока что на данный момент, да, вы не можете этого сделать. Вот, потому что вы обесцениваете себя, говоря, вот, о том, например, что вам не уделяло, вам не уделялось внимания, да, заботы. Вот это вот история как раз про данный аспект. То есть это история как раз именно, вот, про данный позицию, вот. И, соответственно, я бы предложил вам начать работу именно вот с данных моментов. Я, конечно, не знаю, насколько вы готовы заняться психотерапией или нет, но вы как бы сами намекаете на это, говоря, как проработать травмы. Вот. А травмы прорабатываются в общем и целом как раз-таки посредством психотерапии. То есть непосредственно работа с психологом. Индивидуальная работа, так скажем. Но не совсем ясно, готовы ли вы к этой работе. Вот. Все. Момент. Если готовы, то хорошо. Тогда вам нужно выбрать себе эксперта, да, и начать как бы вот работу. А если вы спрашиваете, ну, просто, чтобы, что это для себя, понять, например. Если вы спрашиваете просто, чтобы вот, ну, чтобы получить какую-то картинку, то я думаю, что моего ответа будет более чем достаточно здесь для того, чтобы описать вам, вот, как обстоят дела, обстоят дела. Вот. Хочется, хочется некоторый такой вектор задать, что, как бы, обижаясь, например, на кого-то из своих близких, да, вот, вот, вы безусловно имеете право это делать, вы безусловно имеете право обсуждать, эээ, ну, вот, вот, кого-то из своих близких, потому что, ну, вот, вообще нас видно, что могли люди наломать, условно говоря, дров, вот, могли люди понаделать, так скажем, делов, понаделать ошибок, это правда, это абсолютно правда, вот, но, вместе с тем, вместе с тем, как мне кажется, вы себе, ну, не помогаете таким образом, вы таким образом только вредите себе, вот, то есть, ну, вот, в каком, в каком, в каком смысле, да, вы себе, вы себе вредите, тем, что вы, ну, продолжаете давать людям энергию свою, жить ими, этими людьми, вот, а не с собой, не своими потребностями, да, не своими желаниями, ну, грубо говоря, и, на мой взгляд, это может быть достаточно серьезной проблематикой, вот, поэтому, просто, эээ, старайтесь, ээ, помнить, не забывайте о том, что, вот, ээээ, ваша жизнь, она находится в ваших руках, ваша жизнь, она ваша, она, грубо говоря, никому больше не принадлежит, кроме вас, и, то, что с вами происходило в, например, в детстве, ну, в детстве, да, вот, это печально, это ужасно, но сейчас вы можете все это контролировать, сейчас вы можете всем этим управлять, со всеми этими аспектами что-то делать, понимаете, и чем быстрее вы придете к этому, чем быстрее вы увидите, что, эээ, ну, вот, власть над вашей жизнью, только у вас, и больше не у кого, тем лучше вам будет. Эээ, что касается, это довольно важный момент, что касается, эээ, абьюзеров, о которых вы говорите, то я бы, эээ, здесь, сказал бы, наверное, следующее, что, эээ, обычно, эээ, в абьюзивные отношения, эээ, попадают, эээ, люди, которые, ээээ, не, ээээ, чувствуют, ээээ, своих личных границ, ээээ, то есть, не распределяют ответственности в отношениях, растворяются в другом человеке. Эээ, я скажу такое, эээ, вот, может быть не очень приятное слово, рыбалец будет перед, перед другими людьми. Да? То есть, ну, как-то вот, эээ, боятся, например, того, что их бросят, боятся, что они останутся одни, как-то вот, ээээ, это мотивирует, вот, на то, чтобы, ну, действовать, вот, так как действуете в данном случае, например, вы. Вот. То есть, это, ну, ни в коем случае не означает, что вам нужно исключительно быть обособленным в тех же отношениях. Но, это все-таки, ээээ, как бы, больше про то, что о себе нужно заботиться. И заботиться нужно самостоятельно. самостоятельно. То есть, хорошо, если вы, эээ, ну, как-то вот, получаете заботу от кого-то. Это хорошо. Но, может быть, такое, что вы не получите заботу. О себе, скорее всего, вы не заботитесь, эээ, сами. Эээ, об обиде. То есть, вам, эээ, может казаться, вот, что, ну, что обо мне не заботились, да, эээ, как бы, и теперь я буду, вот, искать, эээ, тех, кто обо мне позаботился. Вот. Ну, позиция, эээ, такая, несколько, знаете, ээээ, ээээ, инфантильная позиция. То есть, вас можно понять, вот, можно, можно понять, эээ, как получается, что вы, вот, выбираете ее, такую позицию. Вот. Возможно понять, но она деструктивна. И, ничего хорошего вам, вот, к сожалению, не даст. Поэтому, ээээ, ээээ, на мой взгляд, эээээ, лучшее, что вы можете сделать для себя, прямо сейчас, это обратиться, как раз, вот, за помощью к психологу, вот, и начать индивидуальную работу. Вот. Поскольку проблематика у вас несколько, и травмированность, ээээ, имеется, то я, конечно, думаю, что, эээээ, потребуется какое-то время, чтобы, чтобы, эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ потратить год, два года, а именно столько нужно для психотерапии. Только вот в таком случае, вам реально можно будет тамучить. Конечно, вы можете рассматривать данный момент в позиции коммерческого, что, например, я пытаюсь продать вам психотерапию. Ну, нет, я говорю здесь исключительно с профессиональной точки зрения, с точки зрения повышения качества вашей жизни, потому что я знаю, например, что, ну, более маленький срок работы, он довольно редко дает какой-то результат, потому что психотерапия действует по накопительной системе, по накопительной системе. То есть это вот постепенно, постепенно, постепенно накопление, ну, накопление, результат получается. Так что вот весь вопрос заключается в том, готовы ли вы работать над собой. Вы говорите про желание жить, и в данном русле ваш вопрос мне кажется странным, потому что я действительно думаю, что вы не привыкли жить для себя. Я действительно думаю, что вы не умеете жить для себя. Это очень грустно, но факт. Чем бы время этот факт принадлежит лучше для нас, вот поэтому вы не умеете жить для себя. И, соответственно, наша задача научить вас жить для себя. Научить вас интересоваться собственной жизнью. А самый лучший способ научить вас интересоваться собственной жизнью, это принять интерес другого человека к вашей собственной жизни. То есть, иными словами, интерес. Психолог. Понимаете, да? Именно поэтому вам и нужна сих трассе. На этом всё. Я надеюсь, что мой ответ был вам полезен и интересен. Я буду благодарен за обратную связь по нему. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго.